...поставляющие компании, чтобы мне сделать отдельный выход. Они сказали, что не возможно. А по какой причине? У меня под окошками был люк. А где у вас окошки? Там под окошками был люк. Сейчас, как произошла реконструкция здания, ну, видите, типа его покрасили. Ну, это уже все, что-то не помню. А давно реконструкцию-то делали? В ходу. Вот тут вот все залили, вот это вот. И получается, что люк-то, вон там, под окошками, тоже залили. Вон там вот, тут вся машина. Вот три окошка, вот четыре окошка, все мои. Вот эти вот ваши, да? Да, эти все. Все четыре. Тут зал, там оприхожка, и планета. То есть, получается, вы хотите, чтобы выход вот у вас был. Из второго. Из второго. Из прихожки. Угу. Вот как бы он предлагал, ну, и в этом году-то я пошла и просила. А люк вот здесь, да, у вас был? Да, вот тот, вот второй окошка. Ага. Сейчас вот так уже нету. То, что здесь вот все залили, убрали, да? Да, да. И сейчас, как бы, три-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять-пять. Да, общежития нету, это свет. Как бы, тут ничего нету, ни воды, ни чурок не трюк. Вот, вот я попросила, ой, я не знаю даже, как это, ну, не у самого его попросила, а там это, кто бы все занимался там этим пандусом. Укс или как-то, я их не знаю. Управление капитального строительства, имеете в виду? Да, я не понимаю, в общем, они мне изначально отказали в России, если сделать. Типа, дорого, потом, то, что у меня в найме, я не понимаю, это же не свое, это... Муниципальное? Да. В найме, дорого, но цену, конечно, не залонили. Миллион двести. Миллион двести, то есть, чтобы вот сделать вам выход, получается. Ну, они как бы говорят, что надо по закону, чтобы я когда-то сидела, был тамбур хотя бы. Типа пристрой имеете в виду? Ну, я так понимаю, из пластика балкончик какой-нибудь. Ну-ну-ну. Может, не будут из бремя строить. Ну, так понятно. И вот, ну, это, чтобы все, типа, безопасно было, как бы, это... Миллион двести. Все. И они мне предложили коляску «Ступенька ход». Угу. Я как бы сказала, отказалась категорически нет. Потом думаю, ну ладно, попробую. Сходила я ее в это, в создащиту, посмотрела на нее. А думаю, как мне спускаться, неожиданно посмотреть. Они мне ее сюда привезли. Я попыталась спуститься. Ну, понимаете, опять проблема. Крыльцо, которое само там находится, в самом... Оно старое, от времени. Угу. Это 50-лое годы постройки. Ну. Конечно, это. И мне очень страшно по нему спускаться на той коляске. Не дай бог, если я упаду... Ну. Так, то еще... То, что перевернетесь. Да. Ну, оно, понимаете, старое, там все, уголки отходят. Вот это вот. Угу. И они, вот я записалась к Василию Витальевичу, что эти говорят, нет, типа, берите коляску. Все, я к нему записалась, пришла, ему сказала, вот, так и так. Я говорю, ну, просто вынуждают брать ее. Ну, грубо говоря, заставляют. Да. А он, ну, мне сказал, что вы хотите. Я говорю, ну, конечно же, выход. Я буду самая счастливая, если я вот выход, чтобы я самостоятельно вообще никого не просяла. Просто сидела на коляску и выехала, и выехала. Потому что молодой человек тоже не всегда мне может помочь. А сейчас вы как выходит? Ну, сейчас вот он. Ой, он с горем попал. Ну, пока если он с дома, он меня выносит. А мама вообще не может выносить, потому что он... А мне уже хоть и 9 лет протаскала на своих руках. Ну. Как бы здоровье дает о себе знать уже там это. Она у Вас уже в возрасте, да? Я Силиза кошка. Силиза кошка выходит. То есть, получается, коляску через подъезд, да? Ну, она ждет соседей, чтобы мне помогли, конечно же. А коляску... А я подвозит туда коляску, а там я ушла. Бывальцов. Ну, так она дома, когда мы с ней гуляем. А когда вот молодой человек, так он... Он как бы справляется, да? Так он... Ну, он сюда коляску вынесет у меня, потому что я с коляской по этому пандусу не могу спуститься. И вот и... Ну и все. И вот как бы я пришла к нему и сказала...